Всем привет! С вами канал Артмани. И сегодня мы с вами вместе будем готовить ужин. Вместе с вами. Так, я сейчас буду чистить картошечку и вместе с вами болтать. Вот такая штучка, я уже, по-моему, где-то она у меня засветилась. Кстати, очень классная штучка. Я ей уже чищу много-много лет. Сегодня я буду готовить сейчас картошечку в микроволновке. Блин, холодная такая вообще в микроволновке. Кстати, вам очень понравился этот рецепт в микроволновке. Мало кто знал, оказывается, об этом. Я думала, много кто знает. Вот, и у меня появилась идея найти еще какие-нибудь рецепты, которые можно сделать в микроволновке. Сегодня у нас солнышко уже светит. Такая уже прям классная погода на улице. Так хочется пойти погулять. Но, блин, сидишь дома. Я вспоминаю, как мы... Что мы делали в прошлую весну. Я что-то уже даже и не помню. Открываешь YouTube, смотришь. А что мы делали в прошлую весну. Смотришь, а там Димочка маленький совсем такой. Маленький. Бать, что-то она какая. Кошмарная. Димочка там маленький совсем такой. Я думаю, ну надо же, как время быстро летит. А сейчас уже такой взросленький такой. Помогает мне. Молодец такой. Хороший мальчик у меня. Ничего себе. Она тут гнилая вся. Кошмар. Вот так. Покупаешь картошку, а в итоге она сгнилая. Так. У меня там окно, кстати, открыто. И, наверное, вам слышно, как ездят машины. У нас здесь рядышком дорога. Но, честно говоря, я не особо слышу дорогу. Даже летом у нас постоянно открыты балконы, окна. Постоянно все открыто. Но я не замечаю, не слышу. Когда гости приходят, я спрашиваю, у вас тут трамвай слышно? Я такая, да? Трамвай слышно? Серьезно? И такая, знаешь, уже прислушиваются. А, да, действительно, трамвай есть. Знаете, вот, честно говоря, я не люблю картошку грязную. У меня муж всегда покупает чистую. Говорит, чтобы тебе лишней работы не было. Покупает чистую. На днях вот я где-то читала Озов в Фикс Прайсе. Появилась там силиконовая штучка, якобы для мытья посуды. Вообще не чистится. Для мытья посуды. Но они такие, там, пальчики мягенькие. Но они чересчур мягенькие. Я была в Фикс Прайсе, попробовала. Хотела сначала взять. Думаю, блин, картошку хорошо ей вот так вот потереть. Но она очень мягкая чересчур. Силикон слишком мягкий. Я думаю, нет, тогда не получится. Щетку, думаю, блин, щетка, щетка тоже как-то не очень. Ну, думаю, ладно, жила столько лет без такой щетки. Думаю, и дальше проживу. Все равно картошку чистишь. Такая разница. У нас еще летом раньше по ночам гоняли на вот этих спортивных машинах. Ну, блин, мне так нравится этот звук спортивного автомобиля, мотоциклов, дрели. Вот, я прям обожаю звуки вот эти вот всякие. Мне прям, ааа, так классно, так нравится. И сидишь такая вечером перед компьютером, балкон открытый. И сквозь наушники слышишь, как там вот этот спортивный автомобиль несется. Прям вообще, ааа, такая прям кайф. У меня даже дома есть дрель своя. Я откладывала деньги свои, то есть покупала ее на свои деньги. Я помню, когда дырочку делала какую-нибудь, у нее там надо что-нибудь, это, полочку повесить там, ну, что-нибудь. И специально так долго-долго делала эту дырку, чтобы насладиться этим звуком дрели. Прям вообще классно, мне так нравится. Ну, когда соседи, например, у соседей там что-то слышно, мне не нравится. Вот, а когда вот свое, то нравится. Вот, девочка у меня там уже просыпается. У нас время 17.47. Я ему всегда даю выспаться до 6 часов. Бывает он спит слишком долго. Я его бужу, чтобы он совсем уж у меня не ушел в ночь. Так, картошечку я уже отправила в микроволновку. А мы с вами продолжаем дальше. Теперь мы будем с вами делать салатик. Так, у нас здесь есть 1,4 часть огурчика. Так, сейчас я не вижу себя. Мы ее поделим с Димочкой напополам. Это мы так экономим. Так, себе я режу тоненько. А Димечка салат у меня не любит. Я ему просто кусочками все режу и все. Он все это ручками ест. Вот она моя тарелка. Сюда я уже складываю. А вот это вот Димина. Я обычно в ней все делаю. А, вам видно. Видно. Все, хорошо. Тут Димечка. Диме я делаю просто такие вот кусочки. Он все это руками берет и ест. И также у нас помидорка. Все продукты я делю напополам. Вот, какая у нас с вами была тема разговора. Как Димочка быстро растет? Честно говоря, у меня малыш не так быстро растет, как мне все говорят. Что очень быстро вырастает из одежды. Честно, я не замечаю. Мы очень подолгу носим одну и ту же одежду. Не знаю, может быть потому, что мы покупаем сразу на вырост. Скорее всего. И, соответственно, он ее долго носит. Он ее практически бывает изнашивает. Особенно, если часто из стирки, то он бывает ее изнашивает прям конкретно. До дырок даже бывает. Особенно носочки я замечаю. Батюшки, а уже что, дырка появилась? Мы же там вроде это мало носили. Надо же, думаю, странно. Носочки, вот некоторые кофточки. Комбинезончики. Вот я помню, маленький он был. У него было много комбинезонов. Я сразу купила побольше. Их было. Они, кстати, еще до сих пор у нас хранятся. И не могу их никак продать. Вот чуть-чуть. Вот. Не могу ее никак продать, эти комбинезоны. Никто их никак не покупает. Их было порядка, наверное, 8 штук точно. Разные, красивые такие были. Вот. И я ему их меняла каждые 3 дня. Комбинезоны. Комбинезоны у него были и бодики. Бодики, то есть у него рукава полностью, как маечка. И под памперсом застегивалось. Вообще прям очень удобное. Памперсы не сползают, там не убегают ничего. Там не исчезают куда-то. То есть вообще прям классная вещь. Их тоже прям я накупила. Их тоже очень было много. Вот. И, соответственно, мы носили их. Ну да, носили тоже очень долго. Так, Димочка я просто вот так вот рву. Он не особо что-то любит капусту. Я ему такие пожёстче кусочки даю. Мягкие он что-то прям совсем у меня их не любит. Так вот немножко ему дам. Остальное себе. Всё равно он есть не будет. С трудом он их в итоге доедает. Эти куски капусты. Уже там с хлебом кое-как. Хлеб вот он, да, он любит очень хлеб. Это он у меня в бабушку пошёл, в мою маму. У меня мама ведь даже вермишель с хлебом ест. А я как-то так. Я люблю вот хлеб вот помакать. Я люблю, да, бусерброд с маслицем. Такое вот. Вот. Да. Ребёнок у меня не очень быстро растёт. И даже свои сейчас 2 года и 9 месяцев. То есть у меня ребёнок довольно... Ну, рост у него довольно маленький. Допустим, если сравнивать с другими детишками. Вот мы даже ходили когда в клуб заниматься. Помните, наверное, кто смотрит нас долго. Там дети уже повыше ростом. Его ровесники были, они выше ростом были. Ну, по росту. Хотя, кстати, он родился очень пухленький такой. Прям очень большой родился. У меня живот был во время беременности. Прям огромный такой. Вот. Где-то, я не знаю, может быть, фотографию. Вставлю в конце ролика. Если не забуду, если найду. Так вот, что-то надо выкинуть. Да, у меня прям, знаете, такой вот огромный, вот такой вот был живот. И мне уже гинеколог говорил ему, хватит есть, давай садись на диету. Уже это был как раз 7-8 месяц беременности. И он, садись на диету. Я говорю, нет. Говорю, у меня внутри живёт малыш. Говорю, я ни на какую диету садиться не буду. Как ела я, так и буду есть. Большой малыш, значит так нужно. Значит, у меня будет большой малыш. Вот. Если уж Бог даёт малыша большого, значит большого малыша даёт. Так, сухари у меня ещё жестковатые. Пойдётся ещё майонез сюда класть. Если Бог дал малыша большого, значит дал большого. И даже девчонки в роддоме рассказывали, когда, говорит, принесли твоего малыша, положили на середину стола там. И как раз девчонка ещё одна родила. Её малыша тоже положили рядышком с моим, говорит. И твой, говорит, такой огромный, большой лежит, такой щёчки пухлые. И её, говорит, такой лежит маленький, маленький малыш, такой малюсенький, говорит, а у тебя вообще такой огромный гигант был. Вот. И даже в этом роддоме, я когда в столовую шла покушать, меня останавливали всякие женщины, такие эти, уборщицы вот, кто-то вот такие вот. Ну, они не в халатах, по-моему. А может в халатах были, не помню. Ну, не знаю, может врачи какие-то останавливали меня и говорили мне, какая ты молодец, ты богатыря родила. Так это, так приятно было. Я думаю, откуда они знают, что именно я его родила. Думаю, там кроме меня, там сотни девчонок. И у всех там тоже дети. Думаю, как они меня запомнят. Думаю, я их ещё первый раз в жизни вижу. Думаю, они уже меня знают. Подходят там и в коридоре. В коридоре помимо меня тоже там много девушек ходят. Вот, сюда, кстати, ещё воду добавлю сейчас, чтобы у меня было бульончик побольше. Уже не первый раз, кстати, я добавляю таким образом. Надо было вот сухари немножко там замочить у них. Нет, не догадалась я. Вот, там чуть-чуть есть. А, я специи забыла добавить. Блин, точно. Картошечка, кстати, пахнет так обалденно уже. Уже обалденно пахнет. Так. Мы, как всегда, добавляем. У меня, кстати, вот такие вот баночки. Их я покупала в фикс-прайсе. Много, кстати, купила. Здесь у меня молотый кориандр. Обожаю его. Я кладу его всегда много. Блин, ну я не знаю, почему я его не чувствую. Сколько бы я его ни клала, я его всё равно не чувствую практически. Так, положу я ещё чесночок молотый такой вот. Мы, кстати, его вместе с вами перемалывали. У меня там лежит ложка, так я его поменьше положу. Лежит ложечка, но я ею что-то не как это. Она, знаете, как будто она там лежит для того, чтобы не потерять её. Ну не знаю, почему я её не пользуюсь. Она грязная, наверное, вечно. Вот. И что я ещё положу? А. И положу, кстати, ещё молотую гвоздику. Кстати, хороший совет. Не перемалывайте в своей кофемолке гвоздику. Знаете почему? После такой перемолотой гвоздики вы с трудом отмоете свою кофемолку. Вот такой вам совет. Ай, чуть-чуть я, чуточку вот так кладу. Её тоже полезное есть, кстати. Там что-то она делает. Во рту такое, я уже сейчас не помню. Особенно когда вирусы, вот, там вроде что-то там такое. Зря я всё перемолола. Надо было цветочек один оставить. Вот. Короче, такие у нас с вами салатики. Ну вот, наш ужин и готов с Димочкой. Салатики и картошечку. Очень люблю картошечку с зелёным луком, со специями и с солью. Блин, это так вкусно. Это обалденно просто вкусно. Именно с солью, без соли я пробовала есть не очень. Ну, я, в принципе, не любитель соли и стараюсь сейчас уже ничего не солить. Но вот именно вот картошечка с солью, это вкусно. Вот. Такие вот они получились у нас вкусненькие. У меня подсолнечное масло тут, а у Димы оливковое масло. Сверху я полила. Всё это осталось ещё перемешать. И всё. И тут вот мой салатик. И ням-ням мы будем кушать. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну, а смотрите, вот этот салатик с майонезом получился он вот таким вот. Ну, как обычно, в принципе, с салатом, но очень вкусный, очень-очень.